Бетон Раньше бетонные заводы управлялись вручную оператором, человеком. Качество бетона очень сильно зависит от точности дозирования компонентов, поэтому прочность бетона, собственно, зависела вплоть до настроения человека, который управлял этим бетонным заводом. Автоматизация завода с помощью контроллера позволяет избавиться от этих проблем. Мы предлагаем вам посмотреть на проект совместный с нашими партнерами B&R – автоматизация бетонного завода. Хочется рассказать о самом начале нашего общения с компанией B&R. Получилось так, что при приобретении новой базы там оказалось два РБУ, которые работали уже на контроллерах B&R. И при очередном вопросе о модернизации завода было принято решение определиться, какой тип контроллеров будем использовать, чтобы не разводить зоопарк с запчастями, с обучением персонала и так далее. Проанализировав все установленные на тот момент у нас контроллеры, было принято решение, хоть мы и не работали с компанией B&R никогда, все-таки попробовать эти контроллеры. Тем более, что скачав студию бесплатную, попробовав ее, как программа пишется, как контроллеры программируются, достаточно просто. Тем более, отдельно хочу сказать спасибо менеджерам, которые на начальном этапе освоения очень сильно помогали, отзывались всегда. Вопросы решаются абсолютно точно и в краткие сроки. Сейчас мы находимся на погрузочной площадке цеха сухих смесей. Цех сухих смесей – это практически тот же самый РБУ. Те же компоненты, но, как видно из названия, отсутствует вода. Проект автоматизации осуществлялся своими силами. Все сделано на основе технологии B&R. В проектах широко используются возможности внутренней диагностики оборудования, предоставляемой компанией B&R. При выходе любого модуля из строя, его можно заменить на исправный, не выключая оборудование. Все узлы, не связанные с этим модулем, продолжат работу в нормальном штатном режиме. Продемонстрируем это. Цех сухих смесей Цех сухих смесей очень похож на завод РБУ. Те же шнеки, те же смесители, те же дозаторы. А так как в B&R очень много возможностей по наследованию кода, мы берем библиотеки, написанные для РБУ, используем их в проекте для сухих смесей, переносим графику, сообщения об ошибках, отладочную информацию. И после этого, в связи с этим, получается хорошая экономия времени. При производстве бетона зимой возникают дополнительные проблемы. Это нагрев. Нагрев материалов, нагрев воды и прогрев своего помещения. Если завод находится достаточно близко к каким-нибудь коммуникациям, это решаемо. А если он отдельно стоящий, автономный, то тут уже серьезные проблемы. Для решения ее мы разработали и создали котельную, которая работает на солярке на дизельном топливе и выполняет все эти функции. Управление осуществляется также с помощью компонентов фирмы B&R. В данной системе управления мы использовали следующие продукты компании B&R. Это панель управления ПП-65, частотники для управления насосами. Частотник, кроме того, что позволяет участвовать в контррегулировании температуры, то есть он понижает или повышает скорость в зависимости от требуемой скорости нагрева материала, дополнительно позволяет следить за состоянием этих насосов, так как мы постоянно видим ток насоса. При превышении тока, соответственно, планируются ремонтные работы какие-то, предупреждающие. Это все можно увидеть сейчас в данном шкафе. В данный момент мы находимся на объекте Мельница, расположенном в городе Ходьково Московской области. Объект расположен достаточно далеко от наших основных баз, поэтому здесь мы впервые использовали удаленную диагностику, удаленный мониторинг, удаленную помощь оператору. Также здесь впервые мы столкнулись с комбинацией всех систем управления БМДА, в том числе X20, X67, частотные привода. В целом Мельница производит минеральный порошок, разбивая и высушивая доломит. Далее этот минеральный порошок может быть активирован битом, для этого все условия здесь есть, что приводит к снижению расхода этого минерального порошка при производстве асфальтовой смеси. Оборудование работает в сложных условиях, тут температура достаточно повышенная, пыльность, но претензий к качеству работы нет. Продолжение следует...